привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга и сегодня мы с вами основа в дизон арти дополнения бригмарские ведьмы друзья мы находимся с вами в самом эпицентре в самом логове всех самых видим в особняке бригмар и тут у них конечно на ведьминский лад наверное все очень красиво но нам как-то не очень все это нравится прошлой серии мы с вами тут все обыскали но даже не то чтобы все далеко не все как видите здесь еще много чего осталось кстати вот тут я брала не брала так нет электира нам не нужны давайте посмотрим что у нас кстати есть из запасов и так предметы что у нас есть 5 run 8 бальзамов до из девяти тысячи монеток монтажный инструмент зачем-то у меня боеприпасы у нас всего шесть дротиков это очень мало и я почему обыскиваю так тут и не еду куда-то дальше исследовать и что-то открывать потому что я хочу найти еще усыпляющих дротиков че-то мне вот сдается что они нам понадобятся так амулеты мы нашли быструю тень режимы скрытности мы передвигаемся быстрее пусть пока будет я если что беру изваяние сейчас она пока что снята и у нас есть руны мы собрали в принципе все руны и зачем нам их солить у нас пять штук как видите а мы можем взять себе живучесть может быть она нам понадобится и призыв ассасина но ассасина будут тут крошить все подряд по большому счету вообще-то живучесть давайте берем живучесть потому что тайные узы требуют у нас 4 руны либо мы берем себе живучесть и больше ничего либо мы все-таки берем призыв ассасина так и берем тайные узы давайте наверно так и сделаем бог смесли это живучестью и улучшим тайные узы все рун у нас больше нету то есть это так называемые пассивные да а призыв ассасина их можно было его улучшить хотя нет его улучшать 5 рун у нас все равно не было такого у нас будут новички если что вот замечательно поехали дальше нам надо ага там еще черепа кстати там по моему какой-то дротик лежит внизу там у нас внизу осталось помещение и здесь здесь бы я наверное знаете что сделала я бы наверное ведьм вот это это бы забрала чтоб лишние тревоги не поднимать давайте их сюда разложим ванна на исходе возьми нажмите т нажмите т не буду я пока нажимать это я не буду я все-таки еще надеюсь найти крат с водой так продукты нам тоже пока не нужны так здесь у нас кто-то сидит черт возьми там ведьма там много весит там целых 2 ведьм тут где-то амулет еще есть завалу я тут пройду да ты тоже был осквернен на амулет так нет дамочки в этом стоите я знаю стоит к ним подойти они тут же кинуться секстант ладно они кинуться расходиться ах мне нужна вода так так а вот теперь давайте поставим амулетик за стеной или он сюда заходит за стеной так так это уже я сделала сохраночку так 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 чуть-чуть чуть смотрите водит носом да что зараза какая ах вот оно что вот здесь вот есть дырка в которую можно пролезть а вот и пёс который тут у нас носом водит ably на логичье и в и и в и и в и в в в и и Это была ведьма. Блин, куда я попала? Елки с палками. Зря я себя взяла это изваяние, а блин, от страха, потому что она тут романно расходует, причем с таким огромным результатом. Я прям даже затрудняюсь, что делать, друзья. Так, перья Кингспоро. Опа. Кран работает? Нет, кран не работает, друзья, кран не работает. Так, пса сейчас мы будем тоже убирать. И череп его тоже. Где ты? Тихо. Тихо. Мы сделали зря. Тихо. 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 Осталось три грузика. Эхх, что такое не везет и как с ним бороться. ну зато вроде как полегчало что ли не знаю давайте как-то убираться отсюда да мы попали тут по-моему что-то то ли святилище чужого то ли еще что-то светится фиолетовым светом найти студию удалил и как интересно то студия одолела так заминированных тихо для начала эмили колтует что это такое странный светильник о странный светильник смотрите сколько она эскиза делала эмили причем из-за весьма весьма да что я вам скажу ну-ка давайте посмотрим внимательно здесь так ну чтож я честно говоря подозревают что взяв лампочку а вот давайте сначала дневник почитаем теперь когда картина готова я смогу вселиться в юную эмили и словно маску носить ее лицо а когда хэвлок и его позже приспешники посадят девочку на трон я стану императрицей я одолела служанка из башенной кухни данного я называют ученицы соколова ночи скажите на милость картины пробирают зрителя до самой глубины души мои они так и не поймут свои ошибки но перед казнью я шепчу им шепнуем правду на ушко мои последователи принесут светильник галерею чтобы открыть проход в бездну там я проведу ритуал с картины никто не должен помешать моему переносу в тело эмили у ритуалы есть и другие способы применения со временем я разберусь в них для заклинания подойдет любая картина написанная моей рукой представляю как кто-нибудь из моих врагов переносится к примеру в натюрморт жить в образе вазы с фруктами на картине дрожь вперед значит долила хочет стать императрицей используя эмили дал тебе уже это русские барышка все рассказала ты удивляешься так странно светильник мы взяли ну чтож использовать светильник чтобы осветить картины в галерее вот эту где у меня теперь светильник так я тут вижу еще кое-какие во первых ключ от западного крыла потусторонний вой отрывок и сказочной повести написаны даже с кауртоном грегори и алия замерзали во мраке зала на верхнем этаже прислушиваясь нечто преследовавшая их через лес через стад приближалась и теперь шло по их следам по дому прижавшись к стене запуганные измученные бедняги слышали как существо поднимается по лестнице тварь медленно приближалась к залу царапая дерево ступней когтями раздался неприятный сухой звук словно мертвый воздух вырвался из полустрел левшего горла приняв решение алия шумно сглотнула с ничего не выражающим лицом она в последний раз взглянула на грегори а потом бросилась через высокое стеклянное окно наружу навстречу лунному сиянию и прохладному ночному воздуху услышав как ее легкое тело ударилось о камень внизу грегори отчаянно закричал его крику вторил ужасный потусторонний вопль с лестницы и стук когтей стал стремительно приближаться так это со собачках явно собачках праздник фуги это мы тоже уже читали но это было по моему во втором дизонорде поэтому давайте еще почитаем отрывок из книги о праздниках в конце каждого года после завершения месяца песен начинается праздник фуги новый год еще не начат а старый уже позади время праздника находится вне календарей это пора гуляния и веселья когда можно забыть о традициях и правилах которые соблюдаешь весь год многие выходят на улицу и поднимают настроение винами и особыми травами другие раскрашивают лица или носят маски чтобы предаться страстям оставаясь неузнанным ну конечно никто не узнает с какая маска нужно паранжа наверно когда же небесные тела явно осветительствуют о начале нового года верховный смотритель дает сигнал исполнить гимн искупления на этом праздник фуги завершается все возвращаются по домам жены к мужьям мужья к женам враги опускают оружие все огни гаснут никто не вспоминает обиды нарушенные правила нормы приличия и даже клятвы этого времени нет в календаре и поступки совершенные в этот период не имеют последствий и как бы не существуют на утро наступает первый день месяца земли и начинается новый год в общем такой день когда все оттягиваются как говорится и делай что хочешь и тебе за это ничего не будет замечательно так не менее давайте кому это на всякий случай отсюда все-таки уберем с трофея мы не сможем еще один бакс в уровне тут конечно уж если рванет так рванет что и говорить так все ключи ключик он взяли я же прозе припрыгнула забираю пятерочку да забирай же ты пятерочку и портсигар забирай бешенок денег стоит так ну вот мастерская мастерская у нас можно сказать что готова вот только на какой портрет светить это наверно надо не на этот портрет я так думаю что это на тот портрет который это эскиз и так понимаю это вовсе еще не портрет но насколько я разбираюсь портретах так что у нас тут ах ну да вот есть мы по-моему всех из положили сквозь дырочку да вот зачем тебе все это ведь мы спят не успеешь подняться Тихо, кто это был? Где-то всё-таки ещё ходит вот эта вот ведьма, которая то появляется, то исчезает. Я думала, это были те, но нет, но нет, это были не те. Библиотека. Так, трава. Ещё книжка лежит. И я так уже примерно догадываюсь, кто там сидит. Мне кажется, это вот, во-первых, это мужик. А раз мужик, здесь был единственный мужик, это был тот самый аббат, который подсматривал тут за ведьмами. Поэтому пока что подождём с ним говорить. Отрывок из сказочной поести. Двигаясь на отблеске угасающего костра, я увидела её. Она проворно работала большой иглой, накладывая безупречные швы. Тайное ремесло, пришедшее из глубокой древности. Он лежал крепко, привязанный к деревянному столу, и тело его содрогалось. Меня будто потолкнули ближе. Она повернулась, и я удивилась, сколь равнодушно было её лицо. Игла оставалась в его плоти. Чистым голосом она спросила, ты, полагаю, его возлюбленная? Ты тоже была неверна. Теперь пора подлатать. И тебя... Могу только догадываться, что она его там зашивала или пришивала. О... Жесть. Итак, тень... А, дочь ТВ. Отрывок из театральной постановки. Люди... Юная леди Эмми Амелия в саду за домом. Герцогиня, я не знаю мира за этими стенами, но он не внушает мне страха, и я хотела бы узнать его. А избегала я вас лишь из-за трепета, который вызывает во мне ваше имя. Герцогина Калли, вдыхая аромат розы. О каком трепете вы говорите, милая Амелия? Юная леди Амелия поворачивается к герцогине спиной. Думаю, вы знаете, что я имею в виду. Рассказы вашего отца, все только их и обсуждают. Герцогина Калли, подходя ближе. Эти рассказы вас волновали, не так ли? Прошу, скажите. Ведь я ваш друг. По-моему, вы читали эту билетристику, эту пьеску. Юная леди Амелия. Нерешительно. Герцогиня Калли, я... Да, это так. В юности у меня была книга «Приключения принца Каллисара». Я зачитывалась ею по ночам. Герцогиня Калли шепчет на ухо. И я тоже. Юная леди Амелия бросается в ее объятия. Но разве он не был вашим отцом? Герцогиня Калли, гладя ее волосы. Это лишь сказки Амелия, пища для воображения. Юная леди Амелия, сделав глубокий вдох. Герцогиня, вы научите меня целоваться. Герцогиня Калли приятным голосом. Конечно. Но разве вы еще никого не целовали? Из-за ограды появляется глава садовника Абири. Тот, который с легкой запинкой... А, тот говорит с легкой запинкой. Эмелия леди, клянусь, у меня ее в мыслях не было подслушивать. Прошу прощения. Я тут чинил ограду и не осмелился вам мешать. Герцогиня Калли, протянув руку. Мы тебя прощаем. Но в наказание тебе придется остаться. Подойди ближе. Юная леди Амелия удивленно раздражен на хмуре брови. Но он слуга герцогиня. Герцогиня Калли, привлекая обоих ближе. Вот пусть и послужит нам юная Амелия. Книжечки. То есть, из всей этой литературы, которая тут у нас представлена так обширно, это единственное, что мы соизволили почитать. Даут. Это старый извращенец. Так, ладно. Или уже идем, давайте навестим этого бедолагу, только теперь как-то к нему идти-то. Я не совсем пойму как. Тут у нас дверь. Можно открыть? Ага. Нужен ключ от библиотеки. Так, а что у нас там наверху? Еще один чердак. Или мы тут были? У меня, как я вам уже и говорила, друзья, ориентирование такое, весьма относительное во всех этих зданиях и помещениях. Поэтому... Давайте-ка сделаем, наверное, вот так. Вот это совсем все плохо. Так, ну у нас 13 болтов. И поэтому можно себе позволить. Но у нас три, всего лишь три болта. Усыплялок. Усыплялок. Так, ну смотрите-ка, что-то у нас тут мы можем поднять. Что это у нас? Ага. Это та самая западная крыло. Куда мы не нашли? Не могли войти сначала. Разрывной болт. Елки. Он мне не нужен. Остался счеток помещения. Давайте здесь посмотрим. Так, ты дал. Ты совсем уже страх потерял. Мне кажется, что больше ведьм-то не осталось. Или? Так, здесь завал. Туда мы не пройдем. Ладно, давайте залезем в то помещение, которое было у нас прямо здесь перед входом. Там тоже были растяжки. Еще что-то было возможно. Там что-то нужное стоит. И не только соль для ванны. О, стоп. Ключик. Ну-ка, 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 ну-ка. Где-где? 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 А как же я тебя не заметил это? Вот оно что. Ну, это ключ из западного крыла, понятно. Теперь-то у нас уже есть. Итак, здесь у нас растяжка, говорите, да? Ага, и там, кстати, ведьма. Окей. День одна. День одна. День одна. День одна. День одна. Только тут. День одна. Похоже, Ротвильд пропал на собственной бойне. Лота Рамзи или кто-нибудь еще займет этого место. Городу нужна Ворвен. Пусть Рву друг друга, а мы подберем, что останется. Вот ведьма. елка с полками сколько швас и они все тут перемещающиеся подожди так как бы мне это ах ушла это и есть плохо это очень плохо то что они заразы тут летают как ненормальные все давай же куда она делась то что ж это за доказание это такое где она черт но сейчас будет что я и убила да нет вот она без сознания давай-ка она же захлебнется поправ это ужасно все это ужасно Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Заметила свою товарку? Заметила. что же ты делаешь то давайте положить все таки акция положила сюда на диванчик но вы куда-то очень странно при этом улетаете ну вот кстати неплохо и их никто не видит ай ладно уже лежит так а что-то наверху у нас могу туда заскочить кран а это та самая ванна помогу да здесь и ты сушишь жиж мы были жиж ну да вот и да ну да ну да мы отсюда с вами начинали ладно свистуна и свистушки давайте уже сберем чтобы она не нервировала люстра хорошая вещь я надеюсь она не обвалится нам на голову очень жалко что здесь нету люстра так еще как минимум 1 и 1 наверху так увидела волочь Что за нафиг? Вот это да. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ох, сколько ж вас тут. Ох... Так, стоп. Так, пошла резня. Ох... Кстати, нас что делают? Так, тихо, 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 тихо. Сядь! Сядь же! Да, они нас всё равно увидят. Да брось же ты её! Эх! Эх, мы бились славно. Да, друзья, нельзя прыгать туда на шкаф. Я забыла о такой вещи. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Эх, ёлки. Столько расходуется эликсиров. Зараза. Да, да, да. Дух шалит. Да, что ж ты делаешь-то? Итак, ассасины бесполезны, насколько я поняла. Посидите тут рядышком подружки. подружки. Так, сэта мы тоже заберём. Так, сэта мы тоже заберём. цветочки и люстрочки. так, главное не поднимать переполох. Вот она через дырку нас может увидеть, кстати, мне запросто. запросто. Давайте-ка соберём, что у нас тут есть. эликсир, болтыр. Что тут? Тихо. всякая еда. Она нам не нужна. А мне нужны усыпляющие дротики. Ах, вон они, вон они, вон они ходят ёлки с палками. Ах, присоединился! Гл nagyon Universий Корректор и Ди Male. Зак Joining Так, будешь здесь стоять? Так, ладно. Да, друзья, это, конечно, не зрелищно, то, что я тут вот использую тёмное зрение. Ах, там аж три. Три ведьмы аж. Болты и эликсиры, ага. Вот, не вовремя. Слышком далеко ушла. Слышком далеко. Медаль. Семьи Пригмор. Что у нас тут? Завал. Охраняет ведьма галерею. Неплохо, неплохо. Это просто бал, балты, да? Этих тут трое. Эх, а что же делать, да? А что же делать там? Можно, в принципе, вас обойти, я думаю. А что за записка, кстати? Размышления отдалила. Вчера я допоздна работала в студии и закончила портрет Эмили. Когда Даут её похитил, я испугалась, что он проведал о моём замысле. Но, видимо, я его переоценила. Он передал её заговорщикам, какой болван. Когда юная Эмили взойдёт на трон, это я буду смотреть на мир её милыми, карими глазами. Так, ну ты ещё раз как подтверждение нам о том, что задумала Далила. Ладно. Едем или останемся. Знаешь, сестра, тебе следовало подумать о куда более важных вещах. Так, меня волнует оставшийся... Где он был-то амулет? Он остался у нас здесь. И давайте уйдём подальше от этих ведьм. И я так понимаю, этот амулет, это как раз в том крыле, где сидит этот несчастный служитель аббатства. Так, а что у нас тут? Я тут вроде как не была ещё, да? Пять у нас осталось эликсиров пьеро. Кошель. Интересно. Тут у меня зумы не были. Ну, как странно. А, это гробница Бригмара. Всё понятно. Всё понятно теперь, что это такое. Кстати, вот тут какие-то ещё болты. А, это наши, очевидно, болты, которые мы стреляли в тех самых собачек. Вернее, в их черепа. Да? Очевидно, да. Вот ещё один. Так, по-моему, где-то здесь были эликсиры пьеро, или я ошибаюсь. Ну, возможно, что да. Ладно, идёмте наверх. Чем мы можем даже подняться, наверное. Что с этой стороны? И нету усыпляющих дротиков. Нету. Осталось три. Там ходят три ведьма. Но, друзья, у нас с вами ещё Далила. И... Ох, как мне кажется, конечно, что она Далила усыпляющий дротик. Не подействует. Что-то мне вот... Как-то... Так, ну что ж, давайте-ка здесь я сделаю сохранку. Ещё раз. Так, там у нас амулет и ещё что-то. Но он вроде один, да? Страшная галерея. Давайте говорить. Я так понимаю, мы можем с ним поговорить. Пожалуйста, не надо. Я больше не могу есть. Не могу. Брат Маркус, я отрекаюсь. Я отрекаюсь от аббатства. Блуждающий взор. Лживый язык. Беспокойные руки. Бродяжные ноги. Необузданный голод. Семь запретов. Семь лживых утверждений. Верховный смотритель выродок, суки, Балкатава. Семь запретов. Семь лживых утверждений. Запреты. Ложь. Лживые. Подожди, ты так орёшь? Секундочку. Дай-ка я всё-таки поставлю себе амулетик-то, который... Да. Извояние. Вот так вот. На всякий случай. Так, что ещё? Мне с тобой надо поговорить, что ли? Подожди. Что с тобой случилось? Я отрекаюсь. Я отрекаюсь от оракулов. Оракулы, они видели. Девочка Колдуин. Ключ. Девочка на картине. Где Далила? Сегодня мы сварим твои кости. Блин. И? Ты здесь так и будешь стоять? Чёрт. Чёрт. Эх, надо было её поймать. Это та самая ведьма, которая... Напрос смотрителя, оглушающая мина. Что это приказ смотрителя? Они мучили тут смотрителя. Так, друзья, я всё поняла. Я дико извиняюсь. Но... Мы с вами сделаем следующее. Амулет. Мне надо поймать эту улетучивающуюся ведьму. Обязательно. Что это такое? Это какие-то... Куски. Так, ну мы уже... Поскольку с ним говорили... Блуждающий взор и так далее, и тому подобное. Так, видимо, у нас придёт и будет здесь, да? Я могу, в принципе, с ним поговорить и отсюда. Может, я смогу его спасти ещё? Чёрт бы тебя побрал. Чёрт бы тебя побрал. Куда б я не встала, смотрите, она всё равно будет, наверное, становиться с другой стороны. Мне кажется, я её не смогу. Ну, особенно... Как бы и спасать мне не так, чтобы прям очень хочется. Смотрите ли они прибили. А здесь остались уже какие-то черепа. Очевидно, смотрителя было два. Так, ну что ж, табулет. Быстрый боец. Допрос смотрителя. Мне мало что удалось от него добиться. Он хорошо подготовленный. Скормив ему бывшего товарища, мы получили только лишний шум и грязь. Завтра я повторю попытку и буду продолжать до сих пор, пока он не лишится рассудка и не станет опасным. После этого придётся с ним покончить. Ну, очевидно, он уже лишился рассудка. Приказы смотрителя. Брат Прадклифф. Вам поручено вести наблюдение за районом Матчерхевен и приезжающим поместьем. Немедленно отправляйтесь туда. Обо всех находках докладывайте в канцелярию верховного смотрителя. В случае обнаружения организованных групп еретиков, вызывайте подмогу и не пытайтесь действовать в одиночку. Помните запреты и не подведите нас, смотритель Крентон. Кушайте смотрителя. Претостережение об осквернённых амулетах. Кстати, что это такое? А, это стул. Так. Давайте читать. Отрывок из отчёта смотрителя об еретических артефактах на Чёрном рынке. Уважаемый видосмотритель Мелиус, во время путешествия на Сирконос, который, несомненно, лежит в сфере вашего влияния, я обнаружила нечто важное. Мы с братьями добирались по суше до Кулеру в Карнаку, сопровождая двух сестёр из Ордена Оракулов. О чём мы просили несколько месяцев назад. Прошу прощения за задержку. Верховный смотритель Кэмпбелл очень занятой человек. Как вы понимаете, у него часто возникают неотложные дела первостепенной важности, связанные с борьбой с чужим, и из-за чего он иногда забывает о повседневных заботах. На полпути к Карнаке наш караван остановился в небольшом городке у озера. Оказалось, там недавно убили человека. Поначалу мы не придали этому значения, но затем услышали о вещах, которые нашли в доме убитого. Это были красные свечи, видимо, с добавлением валуги крови, клочки волос и картина, висевшая над кухонным столом. На ней была изображена маленькая девочка с двумя сухими листьями в руках. Не мне вам объяснять, что все это значит, но, осмотрев место преступления, мы нашли куда более опасные вещи. Прекрасно обставленные комнаты у убитого находились на верхнем этаже. Из-за окон открывался великолепный вид на озеро. Убитый был довольно состоятельным торговцем и, судя по находкам, активно предавался ереси, пытаясь заполучить колдовской талисман из китовой кости. И здесь кроется самое страшное. Его не интересовали старинные подделки из суеверных моряков. Напротив, этот человек, уважаемый член общества, заказал создание совершенно нового талисмана для конкретной цели. Те, к кому он обратился, пытались создать новый талисман из осколков старых амулетов. Мы предполагаем, что новый артефакт оказался с дефектом, из-за чего между покупателем и продавцом вспыхнула ссора, которая привела к убийству. Похоже, созданный предмет и вправду обладал некой еретической силой, но при этом он оказывал пагубное влияние на своего хозяина. Пока у нас нет возможности определить, осознанно ли персона или, возможно, секта, сотворившая этот оскверненный костяной амулет, наделила его такими свойствами. Это происшествие встает в один ряд с другими подобными историями, которые рассказывают на островах. Новое поколение слишком изнеженное, легко поддается ереси. Сказки о колдовских силах будоражат их слабые умы, и вот результат. Даже те, кто не связан с бездной, творят собственные мерзкие ритуалы и талисманы. Как бы абсурдно это ни прозвучало, но я опасаюсь, что такие оскверненные амулеты и расколотые руны могут оказаться еще опаснее настоящих артефактов бездны. Долг призывает меня обратно в Дануэлл, поэтому я почтительно передаю дальнейшее расследование в ваши руки. Я сделал несколько копий этого письма и оставил их на постах вдоль дороги в Карнаку. Надеюсь, те, кто хранит верность аббатству, прочитают мои записи и, если будет время и возможность, скопируют их для наших братьев и тех, за кого мы отвечаем. Пусть торговец мертв, но тот, кто создал оскверненный амулет, все еще бродит по земле. Бродяжные ноги! Эта угроза не является плодом нашего воображения и не вызвана излишней подозрительностью. Мы имеем дело с серьезной опасностью. Думаю, вы согласитесь, что дело требует самого пристального внимания и решительных действий, если мы хотим избавить наши земли от пагубного влияния бездны. Смотритель Ангус Дункан, пост Фрайпорт Морли. Вот так вот. Давайте, кстати, посмотрим, что это за амулет такой был. Оскверненный. Так. Дрожащий силуэт. Нет, это не то рычаг. Не то ломающиеся болты. Могучий замах. Удара клинком наносит больше урона. Минусы вы медленнее орудуете клинком. Ну ладно, чтобы это не было, нам ничего вот этого уже как бы и не надо. Итак, давайте-ка, кстати, наверное, уберем наше изваяние. Так, 1900 монет. Т-т-т-т-т-т, амулета. Или как он-то называется? Изваяние, да. Пять эликсиров у нас осталось. Ну что ж. Здесь мы всё закончили. Удивительное, конечно. У них тут здание получилось. Но нам пора его покидать, очевидно. Мы обошли всё. Наверху мы вроде как тоже были, да? В западном крыле и не нашли ничего из того, чтобы нам помогло добыть лишние болты. А именно добыть болтики усыпляющие. Итак, сколько у нас тут ведьм? Столько же? Три. Да, три. Откуда прилетела та прилетающая ведьма? Непонятно. Непонятно. Так, ну что ж, друзья, я не знаю. Давайте, может быть, тогда мы здесь расстанемся, потому что в выслеживании этих ведьм дело будет долгое. И я даже вот затрудняюсь абсолютно затрудняюсь понять, как мы с ними будем общаться. Поэтому, что ж. Давайте на этом с вами и расстанемся. Это маловероятно, да? Это маловероятно, что нам получится что-то тут сделать. Хотя кое-какие идеи у меня уже есть. Так что огромное спасибо всем, кто эту серию посмотрел, друзья. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.